Программа «Особое мнение». Добрый день. Микрофон Светлана Занько и свое «Особое мнение» сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Мамат. Добрый день, Владимир. Вот, кстати, говорят, твою должность тебе ставят в упрек в комментариях под интервью, которое ты взял у главы региона. Я читал комментарии, я слышал, по этому поводу. Что это вообще такое за безобразие, когда коммерческий директор, кто он такой? Рекламный агент. Рекламный агент берет интервью, где главный редактор, где журналист, что вообще такое? Безобразие. Ребята, во-первых, у меня есть удостоверение корреспондента газеты «Репортер», даже продленное, по-моему, до 2017 года. То есть все в порядке с этим, и я имею право. Второе, я договаривался на тему этого интервью примерно месяца полтора. То есть поэтому ничего удивительного тут нету, это просто настойчивость, методичность, ну, плюс умение брать интервью. Потому что в журналистике я работаю приблизительно с 2001 года. Именно журналистом. Коммерческим директором, журналистом, рекламным агентом, журналистом, рекламным агентом, журналистом, райтером, спич-райтером, еще кем-то. И швец, и жнец, и нудей, и грец. Все, вопрос закрыт. Окей. А тогда к интервью с главой региона. А каким он тебе показался, этот человек, Игорь Васильев? Если суммировать, он показался мне открытым. По крайней мере, он не уходил от ответов, не пытался их переиграть, так же, как переигрывал, допустим, Белых в свое время. Что значит переигрывать? Я что-то не то сказал, давайте это вычеркнем. Не-не-не, то есть вы спрашиваете у этого, у этого, это не моя компетенция. Да, туда, 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 быстрее. Не перекладывал. Да, не перекладывал. И сообразительный человек, не лезущий за словом в карман, очень быстро думающий, с большим опытом работы, имеющийся с людьми, то есть управленческого, чиновничьего опыта. И плюс то, что мне объективно в нем понравилось, вот понравилось, ничего не могу с собой сделать, это системность. То есть человек по образованию айтишник, действительно, он думает абсолютно алгоритмами, структурой процессов. То есть он понимает, что такое контроль и учет. А для Кировской области, я всегда это считаю, и считаю до сих пор, это очень нужно, очень важно, в этом смысле Васильев не нравится. Почему не получился у тебя с ним тет-а-тет, я видела на фотографиях, там присутствовал Владимир Бекетов. Бекетов или Бекетов? Вот я тоже не знаю, как правильно ставить ударение, по-моему, Бекетов все-таки. Хотя, да, неизвестно. Надо уточнить у него и называть сих пор его правильно. И суть заключается в следующем. И прошлое интервью с Белых в 2009 точно так же присутствует и пресс-секретаря. Почему-то это не получилось, я не знаю. А хотелось вообще? Нет, абсолютно не мешал. Просто категорически никак, вообще никак. Особенно мне понравилось то, что текст окончательного интервью. не изменили ни одной запятой. Вот, это очень важно, потому что, в общем-то, эта работа как раз Владимира Бекетова, который отвечает информационную политику, и его, в общем, роль быть таким человеком, который стоит между журналистами и главой региона. Ну, Владимир Андреевич, он, по-моему, удивительно о владелоспособности не мешать процессу. То есть он делает именно то, что нужно делать. А что он делает? А он не пропускает, видимо, те варианты, которые сомнительны. На начальном этапе? Да, сразу же. И спокойно совершенно работает, просто держится в тренде как бы находится. Ну, это ведь с ним ты вел полтора месяца переговоры об литуре. Ну, переговоры по полтора месяца это громко сказано, я просто перезваниваю, спрашиваю, интересовался, переносили. Да, то есть все-таки на тебя посмотрели, и в итоге... Я не знаю, кто на меня смотрит, кто смотрит, как оценивать. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а было ли что-то сказано за микрофоном, такое, что интересно рассказать, что можно было бы рассказать, с чем вы не договаривались, что это вот тайно? Нет, я думаю, что нет. Потому что были какие-то отступления, были общие истории интересные, или же мне, или же Васильеву, но вряд ли интересные кировские публики, во-первых. Во-вторых, они скорее... Нет, они ничего не прибавят нового абсолютно, ни к образу губернатора, ни к содержанию, ни к информации. В интервью, ну, скажем так, оно составляло изначально 24, по-моему, тысячи знаков, в тексте осталось 16. То есть, грубо говоря, 7 тысяч знаков, три имущества, написанных в четыре страницы, они улетели, то есть вырезались просто. То есть, интервью концентрированное, сжатое, там практически нет воды, оно сделано по делу. Ты начал практически свое интервью с вопросов про белых, его командование. Ну, я не мог их не задать. Эти вопросов мы знаем, что избегают очень многие, и так говорят, ни в коем случае не задавайте такие вопросы, они не любят. Ты почувствовал вот это «они не любят»? Нет, не почувствовал. Когда про белых, про его командование? Нет, нет. Потому что, опять же говорю, Васильев показался мне крайне здравомыслящим человеком. То есть, очень здравомыслящим. И он прекрасно понимает, что рано или поздно, кто бы то ни был, этот вопрос задаст. Этот вопрос существует в обществе. И ответ на него, он ему должен быть. Он выдал, по-моему, ответ, который он выдал, он мне вполне устроен. То есть, нет 27-го часа в сутках, чтобы заниматься личными оценками белых. Всё прекрасно. Ну, дальше там начинались, конечно, нюансы. Так почему, действительно, почему интервью брал ты, а не ваши журналисты, а не редакторы? Почему Владимир Ромаматов обещал? Ну, потому что я первым увидел Бекетова, журналистов, и первым с ним начал договариваться. Вот и всё. То есть, я первый стал от того этапки. То есть, и плюс, если со всеми открытыми картами, нечестно... Это было задание редакции или твоя личная инициатива? Ни в коем случае, это моя личная инициатива. Мне просто хотелось взять губернатора Нутры. Ничего больше. Это особое мнение коммерческого директора газеты «Репортер», корреспондента газеты «Репортер». На общественных началах коммерческого директора. Вот как пресс-секретарь завода «Ядич» на общественных началах, коммерческий директор газеты. Всё на общественных началах. Особое мнение Владимира Романова. То, что у нас сейчас в эфире творится. Ну, вот что хотела ещё тебя спросить. Сразу же после интервью такой вопрос поступил к нам на сайт. Напоминаю, что можно всегда задавать накануне прихода нашего гостя в разделе «Анонсы ему вопросы». И Иван Коровин спрашивает. Я не знаю, кто это. Может быть, ты и знаешь. Нет, ничего не говорится. Ну, потому что тебя по отчеству точно знает. Владимир Валерьевич говорит. Огромное количество компаний убегает из Кировской области юридически. Из-за этого страдает бюджет. Скажите, на ваш взгляд, в чём причина и как это можно остановить? Вернуть эти компании обратно. Вот я, прочитав этот вопрос, сразу же подумала, что всё-таки впечатление интервью... К сожалению, у меня должность, не позволяющая абсолютно отвечать на эти вопросы, аргументированно и подготовлено. Почему? Потому что в экономике, в статистике, в деталях экономической ситуации я не разбираюсь. Я знаю, допустим, что значительная часть компаний, которые ликвидировались, самоликвидировались на территории Кировской области за последние несколько лет, это эффективные компании. То есть это нереальный объект капитала. Хотя есть и уход. Вот, например, самый яркий пример – это Кирово-Чапецкий химкомбинат, который не платит налоги. Ну, не все, давай не так. Он платит налоги, но не все. Да, не все, конечно. Но губернатор... А он платит все, но не все у нас. Совершенно правильно. Но губернатор обещал, что он попытается его вернуть. Как-то у него эта фраза мелькнула в самом начале. Не раз. Да. Ну, посмотрим, как это будет получаться. Значит... А такой вопрос, кстати, был в твоем интервью? Нет, его не было. Меня интересовал вариант, видит ли человек развитие Кировской области, в чем он ее видит и так далее. Значит, вот эта контора, которая Московская сделана в России, которую я всей душой поддерживаю, там Михаил Сачевский, директор, они только буквально начали в этом году реальный рост, три года до этого развивая проект. Ну, посмотрим, что будет получаться в этом направлении. Погоди, погоди, погоди. Это вообще непонятно. Это все, это чрезвычайно просто. Что за контора сделана в России, и при чем тут ты и Васильев? Ну, потому что я попытался свести их с Васильевым уже в Москве. Это кировский бренд, сделан в России, компания, чего? Нет, это Московская контора, сделанная в России, которая пользуется поддержкой сейчас. Росстат, они заключили договор, Минпромторг, Росконгресс. Чем занимаются? Они брендируют российские товары. Опять? Да, но существует общий, как бы, бренд. Для чего брендируют-то они? Для продажи зарубежных. Для того, чтобы все государственные компании, все государственные, которые поддерживали этот бренд. Вроде бы у них получается. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Значит, скорее всего, кировская тьфу-тьфу. Опять же, кировская войска будет пилотным проектом в этом направлении. Посмотрим, как будут развиваться события. Но возврат компаний и улучшения, на самом деле, инвестиционные привлекают, вместо экономических показателей, возможно только в случае, если диалог между властью и бизнесом правильный. Выстроен очень хорошо. Я один смешной человек, забавный, с чувствами умра, рассказывал вчера анекдот, ну, это не анекдот, точнее, это механика. То есть, когда корова дует, да, то есть, если делать мягкие движения при доении... Ты ручную дойку имеешь? Да, конечно, напоминающий массаж. Ну, это массаж, корова прекрасно дуется. Но когда дойка начинается насильственная, сильная, да, то корова начинает нервно реагировать в фото того, что у нее может появиться мастит, то есть, заболевать. Или гнуть сможет вообще? Нет, ну, главное, начинается мастит, она может сдохнуть просто от этого мастита. То есть, корова дохнет, нет молока. Ни дойру толку никакого, ни корове толку, уже конкретно никакого. То есть, если, как бы, доение бизнеса происходит правильно, все замечательно, все будут счастливы. Но, и вот, возвращаясь к вопросу впечатлений от Васильева, он у меня произвел впечатление от человека, который может выстроить между бизнесом и властью нормальное отношение. Там много вопросов. Ну, по-другому углу. Потому что, ну, я думаю, что... Но может. Да. Может. Владимир Маматов, его особое мнение, через минуту мы снова в студии. Это особое мнение Владимира Маматова, у микрофона Светлана Занько. Ну, вот, ты знаешь, мне кажется, мне немножко все-таки слушатели так ошарашивали, вдруг какой-то врезкой про какой-то сделанное в России. Ой, нет, это просто моя манера. Надо объяснить. То, что в голове я, то я на языке. Почему это происходит, и почему ты работаешь с компанией, сделанной в России, которая занимается брендированием продукции, произведенной в России, для того, чтобы продавать ее за рубеж? Просто... Какова идея, задача? Все очень просто. То есть, Кировская область может стать пилотным проектом для этой компании. Она целиком туда войдет. И кировские компании появятся рядом с Роскосмосом, Калашниковым и так далее, и так далее. Всеми этими компаниями гарантированно занималась компания, сделанная в России. Да, совершенно правильно. Они, нет, вот эти, и Калашниковый, и Роскосмос, еще что-то, еще что-то, еще что-то, я смотрел в списки недавно, пополняется там буквально каждый день. Сейчас вал пошел, наконец. То есть, в этот вал могут попасть, могут попасть и кировские предприятия. Для Кировской области это очень хорошо, мне кажется. Могут попасть при каких условиях? Там какая-то плата за участие, очень символическая на самом деле, но рамочное соглашение это предполагает практически бесплатное размещение для начала. А на каких условиях эта компания вообще живет, если рамочное соглашение на символическое оплату? Дело в том, что одно дело, если мы входим рамочным соглашением и символическая оплата, это рядовые участники. Но часть из участников, они заказывают дальнейшее продвижение, тра-та-та-та. То есть, часть кировских предприятий, которые заинтересованы в этом, могли бы стать партнерами? Это да, но будем работать над вопросом. Не знаю, успеем до Нового года, но... А кто поставил задачу такую? Никто, категорически. Ты сам себе поставил такую задачу? Конечно, конечно. Мне просто это интересно. А, вот я хотела спросить, кого это интересно? Больше не, 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 я стараюсь сделать то, что мне интересно, максимально. Это дальше тебе напишут опять в Фейсбуке, почему корреспондент-репортера, коммерческий директор-менеджер и так далее сейчас занимается еще брендированием продукции, произведенной в Кировской области. Да, ну я как-то работал пару лет директором по маркетингу и так далее. Скажи, чего ты хочешь вот в этом проекте, с проектом «Сделан в России»? Мне хочется, чтобы... Какая твоя голубая мечта? Мне хочется, чтобы кировские товары... Яркая. Вот. Мне хочется, чтобы кировская область воспринимали по каким-то другим, более приятным вещам. Ну, мне просто хочется сделать что-то интересное для кировской области. Ну, ты уже сделал, сделал. Мы же все помним, что ты сделал. Масса всего можно сделать еще. Хорошо. Ты хочешь по такому же принципу что-то сделать, который сделал светским областьом? Да. Я так понимаю, что Игорь Владимирович, твоя идея понравилась. Ты ее излагал? Ну, он... Мы встречались в пятницу в Москве. Не знаю, насколько на него произвел Михаил Садческий впечатление. Не знаю, насколько ему... По-настоящему не знаю, насколько ему все это понравилось. Он одобрил. Скажу, что в принципе в понедельник можно начинать подписывать рамочное соглашение, документы перейти. То есть вы встречались с компанией, сделанной в России? Да, да. В представительстве в Москве, да. В пятницу. В 16.30, как сейчас помню. Если будет эта история развиваться, ты там будешь... Вот кто? Понятен. Понятен не имею. Понятен. Но ты сообщишь ведь, правда же, о том, что ты позиционируешься. Да. Я совершенно не строю никаких героических топливовских планов. Мне просто интересно. Тогда, чтобы завершить эту тему, что происходит с предприятиями, которые входят в такие соглашения с компанией «Сделана Россия»? У них действительно какие-то есть торговые решения, продажи растут, что происходит? Конечно. Конечно. В том-то и дело, что они автоматически получают доступ... Ну, самый простой вариант, и вся эта информация идет на 45 торгпредств России за рубежом. То есть, и эта же компания, когда набираешь «Сделана Россия», она у тебя выше Амазона по поисковикам. То есть, и опять же, автоматически ты залезаешь на этот сайт, плюс, если мы вписываемся в программу именно региона, то ты получаешь фактически виртуальную ВДНК. То есть, все кировские товары собираются на одной площадке. Они распространяются по всему миру автоматически. У любой точки ты можешь запросить их и посмотреть, что в этой области есть. Это касается и культурных брендов, все, что хочешь. И что ребята сказали «Сделано в России», есть потенциал у нас? Да. Есть чего? Правда? То есть, они видят, что можно. А что можно? Особенно, что понравилось? Сейчас нет. Там не было детального разговора по кировским брендам. Ну, нет, там несколько. Я не буду озвучивать, потому что это как бы уже закрылась информация. Квас, лес, квас, оружие. Лес, квас, пулемет, да. Да, лес, квас, пулемет. На самом деле, там гораздо больше и культурных рас, и промышленных, и вещей, связанных с потребительскими товарами, они есть. По самым скромным прикидкам, у нас порядка 20-30 компаний, которые вполне способны участвовать в этом. По более оптимистичным оценкам их до сотни, включая культурные. Сотни культурных брендов, сотни разных брендов. То есть, еще и на туризм работают. Сотни разных брендов, которые от Кировской области существуют на одной площадке, виртуальной причем, да, замечательной. Васильев говорил о том, чтобы сделать площадку, постоянно действующую для экспозиции кировских товаров здесь, в Кирове. То есть, в ДНХ, такое местное, маленькое. Вот, если бы эти две вещи... Физически, чтобы площадку в интернете или в городе? Нет, сделано в России, это интернетская... Но если мы сопряжем эти две вещи, ну, это будет совсем замечательно. Это, опять же, программа максимум. Что из этого выйдет, неизвестно. Как пойдет дело, неизвестно. Ну, да, ты уже упомянул господина Навального, по которому сейчас возобновились, так скажем, заново происходят суды. В 10 часов было совещание. Не буду говорить, кто в Фейсбуке оставил совершенно правильный комментарий. Вообще, у нас цирк... Хотел только сказать, что до трех, значит, отложили вторую, видимо, часть. Ну и вот. Да. Ну, прекрасный комментарий. Все, отцеплено, люди, комментарии. Прекрасный комментарий, что вообще-то у нас цирк на Октябрьском проспекте. А, я читала, да. Да, да, совершенно верно. То есть, это мой комментарий в том смысле, что люди немножко устали, и это мало кому уже интересно. Во-первых, это мало кому интересно. Я... Точки нады, чтобы поставить Навальный, мне неинтересен. Его процесс неинтересен. Его высказы неинтересны. И его весь антикоррупционный проект вызывает у меня ироническую смешку. Я понимаю, что это может быть очень неглупый, очень интересный человек и так далее, и так далее. Это я... Личностные качества Навального здесь не играют в роли. Просто сами по себе действия, сами по себе вещи, они мне безразличны. То есть, они не являются чем-то значимым. Вот так вот. И для Кирова, да, все равно приезд москвича, суд над москвичом, москвачом, там, вот, в Кирове, там, в суде. А, да-да, на октябре суд-то у нас будет в Кирове проходить. Над Навальным. Это замечательно. То есть, понятно, что кировские СМИ у своих постоянного информационного голода с огромной радостью будут фотить несчастного, значит, Селёшу. Ну, какой... Я пока не видела этого, кстати. Ну, какое-то время, нет. В интернете, чтобы с огромной радостью что-то всё зафотили и выложили в кировских СМИ. У нас кто-то сидит на онлайн-трансляции, она же выкладывает там реплики Навального. Причём, одна девушка хорошо очень любит онлайн-трансляцию, потому что фраза, ну, от такого количества вспышек вообще ослепнуть можно. Ну, да. То есть, фотографов, любителей, ну, публика любит зрелища, это факт. Ты считаешь, это шоу? Абсолютно. Чистейше. И это шоу тебе неинтересно? Неинтересно. Ни в политическом смысле, ни в экономических каких-то делах вообще? Никак. Ни в каком варианте. Ну, тогда не будем обсуждать, раз неинтересно. Это Владимир Маматов, его особое мнение, не имеет право, не хочет, не будет обсуждать. Ладно. Ну, вот, кстати говоря, что касается антикоррупционной деятельности, то, может быть, ты заметил, что в Кирове и в Кировской области разворачиваются. Антикоррупционная. Не заметил, расскажи мне. Значит, вопрос на сайте. У меня представление о разворачивании антикоррупционной деятельности несколько другое, но... Сейчас вот посмотрим, какое у тебя представление. Анна Алексеевна спрашивает. Владимир, как вы думаете, нужно сажать человека за два неучтённых смартфона или предоставить ему возможность отработать? Я так понимаю, что вопрос её касается... Кананева. Дело, да, директора МФЦ, которого вчера публично с-под камеры, куда положено, сопроводили. А инкриминируется ему что-то? Сначала, ты знаешь, вчера было написано очень красиво. То есть, когда все увидели вот это видео, как его на вокзале берут, было сказано, что подозревают в растрате бюджетных средств и использовании служебного положения. Ну и сразу в головах рисуются какие-то безумные цифры, да, или не безумные, но... Когда сегодня сообщают, что по версии следствия летом прошлого года он приобрёл в личное пользование за счёт денег МФЦ 2 смартфона стоимостью 115 тысяч рублей, то тут сразу возникают такие вопросы, как, например, на сайте. А то или как в Фейсбуке. Что, да ну, вы серьёзно, что ли? Замечательно, просто замечательно. Ну, вот это вопрос системных ошибок, да, то есть, всякая система, у которой есть избыточные функции, она начинает совершать косяки, да? То есть, как компьютеры есть, ну, без разницы, что брать, да? Везде, где мы видим эти накладки. И что, допустим, деятельность налоговой, что правоохранительных органов, они, к сожалению, попадаются. То есть, с моей точки зрения, сонания, вот этот вариант, если он подтверждается, это косяк. Чей? Правоохранительных. 115, за 115 рублей, под камеру, это сколько ты денег истратил на задержание под камеру, на съёмку, на разработку, за 115 тысяч, ты эти 115 тысяч не вернёшь никаким местом в бюджет. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это тратишь? Расскажи мне, пожалуйста. Ты хотел просто убрать чек, но объясни, почему ты хотел убрать. Если бы государственной необходимости вопросов нет, а если это сделано с бухты-барахты, ну, извиняюсь, это как другая работа вообще. Это раз. А второй момент, точно так же, как мне рассказывали с налоговой, когда люди видят информацию в интернете, потом начинают предприниматели предъявлять претензии, потому что какая-то сотрудница налоговой увидела какое-то объявление о продаже того же самого, что этот предприниматель покупает, но дешевле в два раза. Где-то, как-то, видео у кого-то рисовано, написано. Человек покупает это три года, налоговой нет претензии, сейчас появляются претензии. На что эти люди тратят время? Это нельзя систематизировать? Вообще, у меня вот... В этом смысле я очень... В этом смысле я надеюсь на Игоря Владимировича Васильева, который приведёт в порядок этот бред откровенно. Ну, послушай, ну вот... Ты считаешь, что вот это взятие ананима и инкриминация ему два смартфона стоимостью 115 тысяч рублей, да, как растрату бюджетных средств, это ошибка правоохранительных органов? Мне кажется, да. Или сама форма того, как его забрали? Нет, сама форма, этого я не понимаю, честно говоря. Вот этой стороны деятельности правоохранительных органов я не понимаю. То есть, для чего это нужно? Я хотел бы знать, на самом деле, для чего это необходимо. Зачем под камерой и зачем вот так, да? Ну, вот ты говоришь, я пока не вижу... Вот съёмок у Люкаева, который выносил из Роснефти, лимон бакса, да? Я что-то пока не вижу. Правоохранители как-то на Люкаева там съёмочной группой не нашлось? Нашлось, я уверен. Да, ну чё... Видео, скорее всего, есть. Ага, что же у меня... Должно так же, как с Никитой Юрьевичем, да? А что же нету этого всего? Почему же на этого несчастного плохителя двух смартфонов у нас сразу появляется, а на ребят, которые берут хорошие деньги, не появляется? Интересно. Ну, почему же так? Это как-то неправильно, наверное, пора народу знать героев настоящих-то. В словах уже всё описали, на самом деле, что касается Люкаева. Я хотела вернуться к тренду на борьбу с коррупцией в Кировской области, но уже через две минуты. Давай, короче. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и своё особое мнение Владимир Маматов. Сегодня высказывай две минуты на борьбу с коррупцией в Кирове, Кировской области. Да, две минуты мы успеем. Ты говоришь, что ты до сих пор не почувствовал тренд, да? Ну, всё равно. Я не понимаю, да. Ты когда-нибудь стучал на кого-нибудь, честно скажи? Нет, нет. А на тебя стучали когда-нибудь? Не знаю. А хотел бы ты разоблачить коррупционного чиновника? А целое муниципальное учреждение, которое погрязнуло в коррупции? Если бы ты знал что-то, ты бы написал... Если бы я знал точно. Если бы я знал точно, и это не мотивировалось ничем абсолютно. То есть, не приносило бы пользы ни региону ни в каком виде, не приносило бы пользы государству ни в каком виде. И, ну вот никак... То есть, это работало бы только на карман этих людей. Ну, может быть, да. Может быть, да. Написал бы. Анонимно или... Вот в том-то и дело, что анонимка – это категорически не мой стиль. Мне это не нравится. Вот 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией, горячая линия пройдет по этому поводу в городе Кирове. И гражданам гарантирована конфиденциальность. Можно рассказать о случае коррупции, которая вам известна, позвонив по телефону горячей линии. Как ты считаешь, много будет звонков? Ну, доносов в нашей стране может быть приживаний очень много. Товарищ Сталин, как известно, подтвердил... Вот ты вот сразу про доносы говоришь. Может быть, тискры не будут звонить? Да, Бога ради, конечно. А доносы, ты думаешь, будут? Будут пользоваться случаем, чтобы кого-нибудь подставить, например? Ну, посмотри, все же очень просто. Все же люди, есть ответы? Все же очень просто. Вот незадекларированная сумма, которая где-то как-то меркнула. Причем, на самом деле, она незадекларирована, потому что 5 лет назад этот человек брал меня в долг, потом меня сейчас вернул. То есть, я не декларирую это, все-все это проходим. Кто-то свидетель этого, он искренне предполагает, что мне давали взятку. И искренне звонит правоохранительный орган. Все замечательно, совершенно. Я остановлюсь под следствием, это не проблема. Ты ожидаешь, что будет поток звонков? Нет, не ожидаю. Не ожидаешь. Хорошо, давай перейдем к теме образования и культуры. Я посылала тебе вчера ссылку на блог Михаила Полезнина. Я видел, да. Он есть у нас на сайте. Он организирует невозможно слышать. Эхо-кирова.ру История заключается в следующем. Он сходил на родительское собрание к дочке в третий класс. И увидел дневник. А, культурный дневник. В итоге, да, им всем раздали культурный дневник, он так и называется. Это проект, культурный дневник, который учащиеся в обязательном порядке должны иметь при себе, посещая культурные заведения нашего города и ставить в нём отметки. Он полистал этот дневник. Отличная полиграфия отмечает. Ребусы, картинки, раскраски, смелые, творческие, тра-ля-ля. Он пишет. И после этого задаётся вопросом. Там, кстати говоря, музей шоколада есть, музей мороженое, Юркин парк, отнесённый к культурным объектам. Я сейчас цитирую конкретно Михаила. У меня там ещё что-то есть, но это тоже есть. Вот. И музей Циолковского, который будет ещё сдан, но ещё пока что-то не достроен. Вопросы, которые задают ему в Михаилу в Фейсбуке дальше люди, насчёт того, кстати, я тоже спросила, законно это или нет. Каким образом в школу проникают подобные вещи? Это нормально? Это добровольно? Или это обязательно? Потому что, Михаил, ты пишешь, что прям чуть ли не обязательно. О, Валерию Васильевичу Крепостного вновь удалось совершить какой-то подвиг труда, любви и дружбы. То есть, теперь через школу реклама Юркин парка. Михаил-то другое написал. Он говорит, что это вершина маркетинга. Да, да, так я и говорю. Это прекрасный маркетинговый ход, потому что Валерий Васильевич в первую очередь коммерсант, предприниматель. Всё его мышление, насколько я понимаю, оно заточено на маркетинговой схеме. То есть, к культуре он имеет отношение, ну, мягко говоря, стороннее, поверхностное. То есть, его меценатские вот эти вещи. Ну, я не буду иронизировать по поводу фигур там и так далее. Музей мороженого. Кажется, Игорю Вадимовичу Васильеву очень понравилась корова. Я не упомянул. Музей мороженого. Да, я не упомянул. Поэтому у тебя сегодня такая ассоциация сработала в первую очередь. Может быть, да, да. Может быть. Я не упомянул в интервью, но это мелько-мелькнул. Ему нравится корова. Но, с моей точки зрения, музей мороженого. Крова Сураева ему должно было понравиться. У них там прямо на улице корова стоит. Прекрасный бароник. Она не дуется, нифига. Аня, вот пробовал. Так. И что? Не смеши меня, она не дуется. Ты что? Сураев? Я не знаю. А, то есть, ты хочешь соревнования между коровами, крепостного и Сураев? А, по-моему, разве оно не происходило? Ну, ладно. Это не тема. Вятские забеги. Хорошо, возвращаемся к Дорнякову. Музей мороженого, музей шоколада, как Юркин парк. Ни разу от слова, никогда, да, не являются культурными объектами. Это просто развлекательные вещи. Развлекательные. А дело разве в этом? Вот дело разве в этом, Володь? А что? Вопрос в другом, мне кажется. Как вообще такие вещи в школу проникают? А, через... Кто одобрил это? Да. Мне тоже вот очень интересно. Где у нас существует... Вот то, что у нас в Кирове не существует... Это департамент архитектуры, так называемый. Чего архитектуры? А, что нет в Кирове? Ага. Вот всё это... Рассказы про существование у нас архитектуры, какие-то архитекторы... Это Рубцова, по-моему, фамилия. Вот это застройка, там, внешний вид и так далее. Закройте всё это. Прекратите изображать работу. Вот наймите одного человека, который будет просто отчитываться, о коде работа. Всё. Вы ничего не делаете и ничего делать не умеете. С министерством образования тот же вопрос. Ребята, вы пропускаете? Не пропускаете такие дневники? В городское ты имеешь в виду министерство? Да. В департамент тогда. Ну, а кто этот дневник пропустил? Не знаю. Ну, я не знаю, тоже вопрос. Ребята, если вы пропускаете как-то вот тихо и сапо и такие штуки, ну, вы хотя бы информируйте, что мы получили от этого такой вот результат, такой вот результат. Вообще, как-то задумайтесь о людях, которые живут в этой области. Не о собственном кармане, может быть, имеет смысл. Всё время думают, да? Подожди, твоё предложение следующее. Раз вы продвинулись в свои произведения искусства, так скажем, через культурный дневник, который распространили в городских школах, то эти школы получат хотя бы какой-то профит от этого или что? Потому что культурный объект и получит профит. Туда же надо сходить. Хотя бы это. Обнародуйте, пожалуйста, программу, так, чтобы вам понятно, ясно, прозрачно, учитываемо. Зачем вы делаете всё это на уровне каких-то договорённостей, как на базаре? Я не понимаю. Ну, ребят, ну не надо же превращать всё абсолютно в какой-то рынок с этими закутками. Володя, у тебя сколько детей? Школьники есть? Трое. Школьники есть? Да. Ты получил такой дневник? Нет. Или ты, может, не в курсе даже? Я не смотрю туда. Вот ты понимаешь? Я пока культурного дневника не видел. Старший в каком классе? Нет, старший уже окончил в университет, а средняя дочь у меня, считай, четвёртый класс. Вот пришла она к тебе с этим культурным дневником и говорит, что ей нужно проставить отметки. Твоя реакция? Отметки нужно ставить по месту, как ты понимаешь. Да, там есть специальные люди, которые обязаны ставить эти отметки, да? Ну, ты должен сходить, тут сказано. А что будет, если я не поставлю эту отметку? Стоп, стоп. Если я не поставлю эту отметку? Или не буду посещать? Вот я не знаю, ничего не пишет. Вот мне бы хотелось знать об ответственности и вообще перспективах развития ребёнка, то есть который там музей шоколада и музей мороженого посетил. Он какие культурные впечатления должен оставить? Вообще, мне кажется, что это объект достойного внимания. Надо было его заиметь и рассмотреть поближе. Да, да, да. Давай, слушай, в следующий раз возьмём, обложим все дневника. Вообще, больше фактовоги. Мне кажется, нам в студии не хватает. У нас тут скелет стоял, пока мы с тобой взяли шею. Ты помнишь, сейчас открывашки воскресли. Ну, нам дневники, что только из школы не приносят, я тебе скажу. Нет, наша система образования вызывает у меня полное потрясение. Я заглянул в математические тетради у дочери. Это четвёртый класс. Эти задачи мы решали в первом классе. Да. Советская школа. Да? Да. Ну, я бы про своё так не сказала. Не знаю. Которая тоже в четвёртый. Ты знаешь? Может быть, я другая. Сейчас мы с тобой перейдём. Ну, хорошо. Это отдельная программа. Мы как-нибудь открывашку тебе позовём. Так, остались ещё два вопроса на сайте. Обязательно нужно их задать, потому что это пишут люди тебе, а не я придумываю эти вопросы. Итак, Алексей пишет, что думаете, зачем поддерживают хоккейный клуб «Родина» без перспективняк, полные деньги сначала из бюджета, теперь из бизнеса выкачивать будут. Это вот, видимо, как раз было сообщение о том, что попечительский совет призывают создать из бизнесмена. Вот, я всё понял. Вторая часть вопроса есть. Погоди, может быть, ты как-то с себя неориентируешься. А в выходные на соревнованиях по ледолазанию, где у нас чемпионы мира кировчане, два восклицательных знака, ни одного чиновника не было многоточия. С ледолазанием согласен, абсолютно согласен, что это просто надо намекнуть администрации, как-то взять на карандаш, кому-то озвучить, вопрос как следует озвучить. Потому что ледолазание, да, это вещь, где мы занимаем первые места. Вообще, всё, что мы делаем на хорошем уровне, вот опять же, возвращаясь к ВДНХ, сделанному в России и так далее, всё, что в Киеве делается на уровне, надо немедленно, как можно быстрее вытаскивать, показывать. То есть, делать объектом целым. Всё хорошее. Потому что про плохое мы и сами знаем. А хорошего у нас пока не хватает. С ледолазами однозначно должны быть представители администрации, должно освещаться СМИ и так далее. С Родиной, не знаю, ничего сказать не могу. Я не поклонник групповых спорта, сразу скажу. Футбол, хоккей и всё. Ты про деньги тут спрашиваешь? А, не могу прокомментировать ситуацию, просто не владею информацией. То есть, я не знаю, насколько убыточен, приятен, хороший или плохо Родина. Я знаю, что Васильев любит спорт. Он при мне лихорадически собирался, он у него в 7 часов надо было отчаливать, и у него футбол. Всё. Я слышала даже хоккейную команду, ночную лигу собрали. Да, да, да. То есть, вот, ну... Хорошо, про Родину нет, про Ледолазы не поддерживаешь, что нужно. Но последний вопрос, буквально на 2 минуты. Путин на днях сказал, пишет только, что нужно выработать чёткие критерии того, что допустимо в искусстве, а что нет. По Вашему мнению, что точно недопустимо в искусстве? Здесь это и посвящён? Время про события, которые тут произошло, отмена очередного спектакля. Иисус Христос и звезда, и встреча с детьми культуры. Я краем глаза смотрел его обсуждение с Мироновым, как он разговаривал. Чёткие критерии. Так вот, что точно недопустимо в искусстве, Владимир Валерьевич, как мне теперь стало известно. Да, хорошо. С твоей точки зрения, придётся описать критерии теперь. Владимир Владимирович попросил. Да, Владимир Владимирович, боюсь, что... Ему же нужно на что-то ориентироваться. Точные критерии придётся прописывать буквально каждый квартал. Да, то есть корректировать их в соответствии с меняющейся мировой обстановкой. Собрать совет. Совершенно правильно. А на ним ещё один совет. О, это нет. В том-то и беда, что утонуть в бюрократе. А ты можешь ответить на этот вопрос? Нет, не могу. Что точно недопустимо в искусстве? Вопрос, что такое искусство? Опять же, как его понимать? Всё-всё-всё. На этом месте... Мы сейчас камеру можем выключить и продолжить с тобой разговор. Часа на 3-4, заливём к чаю. В следующий понедельник. Да, легко, совершенно спокойно. Да, ну это Владимир Маматов. С ним всегда так. Это у вас особое мнение. Это был Светлана Занько. До свидания. Удачи. Спасибо. Спасибо.